Если вы будете делать сезонную заморозку, то есть заморозку овощей, фруктов, ягоды и зелень летом, то вам понадобится кое-что, кроме самой морозилки. Морозилка, конечно, но еще есть определенный такой реквизит на кухне, который как раз и помогает сохранить все это витаминное богатство. Это должна быть морозилка. У меня морозилка, встроенная в холодильник, она не отдельно стоящая. Она стандартная, вот такая, на 4 отделения. Ну, иногда бывает на 3 отделения, но она у меня разделена на 4. Этого достаточно для семьи из 4, ну, у меня даже 5 человек. То есть у меня нет отдельной морозилки. Если все делать правильно и правильно упаковывать, то этого хватает. Что нам понадобится, это разные контейнеры и пакеты для заморозки, желательно вот с такими зип-застежками. Можно и обычные, но, правда, вот эти удобнее, они меньше места будут занимать. Единственное, что я посоветую, брать контейнеры либо прямоугольные, вот эти у меня, либо квадратные, чтобы, видите, как они друг на друга удобно ставятся. И в морозилке, естественно, если их поставить так, как и пакетчиками, друг на друга, они будут меньше места занимать. Еще нужны будут вот такие поддоны. Они нужны только для заморозки. В них очень удобно. Посмотрите, например, вы мелкую какую-нибудь россыпь, чернику, на них положить ли, в морозилку, и он на них замораживается. Если у нас что-то, то, что не разбегается, как черника в разные стороны, можно вот такие пластиковые салфетки использовать. Я их в Икее покупала. Очень удобные как раз для стандартной морозилки. И вот такие поддоны для заморозки могут быть разных видов. Я потом буду уже на тренинге подробнее объяснять, что для чего. Какие-то сеточки будут, какие-то с высокими бортиками, какие-то с низкими. Ну и, соответственно, сами контейнеры тоже должны быть разного калибра. Что еще нужно будет обязательно? Это наклейки. Я вот такие на Валперис покупаю наклейки. Их много, их хватает на очень долгий период. Смотрите, то есть не нужно ничего придумывать, как нарезать. Вот эта наклеечка. И она наклеивается на пакет. С заморозкой. Либо на контейнер. Просто надпись, что заморожено. Например, Малина 2020. И если не сможете найти такие наклейки, то можно использовать... Здесь в запасах есть вот такие. Не похоже на рулон, как малярный скотч, но это тоже наклейки. Вот такие для заморозки. По одному и тоже надолго хватит. Кажется, я их тоже покупала на Валперис. И еще понадобится либо пластиковая такая трубочка, либо сложный вариант. Это вакуумные контейнеры, либо вакууматор и вакуумированные пакетики. Но если нет, и не надо их покупать специально, вот такая трубочка. Ну, а технологию уже на тренинге расскажу. Как и что с ней делать. Это такой краткий обзор. А полный перечень того, что нужно подготовить к тренингу, я вышлю в субботу. Естественно, тем, кто участвует в тренинге по сезонной заморозке, вышлю на e-mail, поэтому не пропустите это письмо. Там будет список, то, что нужно еще сделать, подготовить. Вот как раз в понедельник, потому что с понедельника мы стартуем и будем уже активно замораживать, сохранять летний урожай. Продолжение следует...